Первое в этом году заседание Совета по этике состоялось в Кустанаем. Здесь заслужили дисциплинарное дело в отношении Акима Пешковского сельского округа Фёдоровского района. Как оказалось, у Акима случился словесный конфликт с местными жителями. Подробности в нашем материале. 22 января этого года в селе Пешковское состоялось собрание местного сообщества. На встрече присутствовал и Аким села Амирбек Ержанов. Когда он направлялся в сторону своего кабинета, путь ему преградили несколько человек. Специалисты на заседании Совета по этике пояснили, что между мужчинами случился словесный конфликт. В ходе внеплановой проверки Ержанов отрицал, что произнес выражение «Кайрат не быкуй и вали отсюда», указанное в обращении Иватова. Также пояснил, что в адрес Иватова иные слова, унижающие его честь и достоинство, не произносил. Бестактность не проявлял. Факты грубости некорректного поведения не допускал. При этом Ержанов указал на неправильное применение им выражения «не быкуйте» по отношению к Иватову. Опрошенные члены собрания местного сообщества подтверждают, что грубых высказываний в адрес сельчан Аким не произносил, говорят специалисты. Однако некоторые фразы послужили поводом для разбирательства. Все граждане населенного фонда имеют право и не должны быть ограничены в проведении местного сообщества. И действительно, если они болеют за свое село, они имеют право участвовать по каждому вопросу. Их, получается, ограничили в правах. Более того, такая реплика со стороны Акима, она, конечно, не красит государственного служащего. Присутствует признаки состава правонарушения и необходимо принимать дело. Акимом данного села Амирбек Ержанов работает более 10 лет, отметил руководитель департамента по делам госслужбы. Подобное дисциплинарное дело в его адрес рассматривают впервые. Однозначно, нарушены были нормы этического кодекса государственных служащих. Но я, конечно, не хотел бы произносить дальше эти слова. Почему? Потому что они все-таки в толковом словаре есть определение этим словам. Но никак не красит по отношению и адресу наших жителей или гражданина указывать такого рода слова. Большинство членов Совета по этике проголосовали за наказание в виде замечания. Сам Аким на заседании не присутствовал. О профилактической работе с государственными служащими на встрече рассказал Арнур Сартов. Аким Алтынсаринского района отметил, что только в прошлом году уполномоченным по этике проведено больше 30 разъяснительных мероприятий. На постоянной основе ведется профилактическая работа с государственными служащими, занимающими должность, подверженной коррупционным рискам. До всех государственных служащих доводится стандарту служебной этики с целью укрепления доверия общества государственным органам, формированию высокой культуры взаимоотношений на государственной службе, созданию атмосферы добропорядочности и касательно предупреждения случаев неэтического поведения. Арнур Сартов расскажет, что среди госслужащих Алтынсаринского района было проведено анонимное анкетирование. Анализ показал, что морально-психологическая атмосфера в коллективе благоприятная трудовая дисциплина и нарушается.